Вы уже ведь утверждаете, что с татарским акцентом вы слышали голос. Но на каком языке? Русском или татарском? Ответ на этот вопрос может стоить свободы 59-летнему мужчине, но его так и не последовало. Все дело в том, что по-русски подсудимый практически не говорит. Даже в зале суда помощь ему оказывает переводчик. Эта женщина, по сути, главный свидетель обвинения. Она, соседка обвиняемого в ту злополучную ночь, она многое слышала. Я слышала шум, как будто мебель передвигает. Вот это я точно помню. Думала, может, ремонт, может, все такое бывает, но не в один станчик, конечно. Вот это я отчетливо помню. Соседский голос, я его знаю, так как уж меня однократно слышала его голос. Обвиняемый действительно бывал в квартире, где произошло убийство. Он и погибшие жили в гражданском браке. Правда, в ту ночь, как говорит мужчина, дома его не было. Правда, непонятно, зачем он написал явку с повинной. Признается в том, что 16 октября 2020 года, находясь в квартире 311 дома 30 по улице Мурадьян, Викарск, Татарстан, примерно 14 часов 50 минут, из соли со своей сожительницей, нанесли один удар рукой, со следующим толчком, после чего она упала и ударила здраво. Адвокат настаивает. Это доказательство получено с нарушением. Явка с повинной была принята уже после возбуждения уголовного дела. В это время уже Ибраев был задержан. Далее ему не разъяснялось, не разъяснялось его право на защиту. Этих средний протокол не содержит. Более того, не разъяснялось ему право статьи 51 Конституции. Также это все протоколе явки с повинной не отражено. Сам подсудимый по этому поводу пока ничего не пояснил, но возможность для этого у него будет. Сегодняшнее заседание завершилось изучением письменных доказательств. Участники процесса планировали перейти к допросу обвиняемого, но сторона защиты решила взять время на подготовку. Таким образом, слушание перенесли на 16 февраля. Александр Халин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Рафаэль 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 Р